Ну а в Подмосковье попытка жителей закрыть несанкционированную свалку токсичных отходов с треском провалилась. Люди выяснили, что компания не имеет права зарывать яды в песок. Более того, у нее даже нет разрешения на разработку карьеры, на котором все происходит. Однако прибывшие полицейские фирме почему-то позволили и дальше осуществлять деятельность. Ее сотрудники спокойно продолжают отравлять округу. В этой истории на месте разбиралась наш корреспондент Мария Семенченко. Он успел лишь сорвать маску и увидеть лицо нападавшего, но незнакомец сбежал. Ничего ценного не взял, лишь оставил на теле Дмитрия Данилова множество синяков и ссадин. Через пару дней прямо во дворе дома дотла сгорела его машина. Мужчина обратился в полицию и эксперты подтвердили, это был поджог. Вот от машины еще полыхало где-то метра два пламя. Начал, принялся гореть забор. Ну сосед там также стояла машина, могла загореться. В багажнике находился гелевый баллон, каким-то чудом он не взорвался. Мужчина уверен, злодеи нужны не деньги. Он пытался уничтожить вот это видео. В песчаном карьере бульдозеры прячут под толще земли токсичные отходы. Но будто сама природа бунтует против такого вероломства. Разрыв рекультивированной породы, трещина в грунте, окисленная земля и пар. Вот мне уже горячо, реально дальше я руку не засуну. От кислого дыма, головокружения и тошнота. Некоторые жители получили здесь отравление. Клубился белый дым. Белый дым с ядовитым запахом. Естественно, мы там какое-то время находились. И когда я уехала с этого места, у меня была сильная тошнота, рвота, недомогание. На следующий день я вызвала неотложку. Доказательства налицо. Возбудили уголовное дело. Выяснилось, не выбрасывать ядовитые отходы, не добывать песок в промышленных масштабах здесь не должны. Землю используют не по назначению. Варварски распродают. При этом опасные вещества закапывают не только в карьере, но и за его пределами. А почему вы там закапываете отходы? Я неуполномочен отвечать на ваши вопросы. Охранники оккупировали шлагбаум. Кого-то пускать они явно не намерены. Напоминаем, земля не частная, федеральная. Пыл спадает, проходим. И вскоре лично убеждаемся. Мусор продолжает леть и сейчас. По словам местных жителей, именно в этом месте закопано больше всего опасных отходов. Вот, земля уже потрескалась. Из трещин валит дым. И, честно говоря, дышать здесь просто невозможно. Приезжают десятки грузовиков. Никакой рекультивации. Дымящиеся трещины просто засыпают землей. Эта нарядная женщина в Калошах, гендиректор предприятия. Раньше появлялась здесь часто. Уверяла жителей. На месте карьера будет рыбоногольный пруд. Ксения, скажите, пожалуйста, что здесь строится? Что? Это цирк? Нет, это не цирк. Сейчас даму не найти. Вместо пруда карьер и тлеющие отходы. А рабочие словно молчаливые рыбы. Вам много платят за молчание? Молодой человек. Вам, наверное, платят хорошо, да? Закрыть свалку, видимо, не получится. Живой щит на пути тысячи грузовиков разогнали полицейские. И почему-то разрешили продолжить работы. Теперь люди намерены лишить лицензии предприятия до того, как яд просочится в воду. И заодно проверить правоохранителей, которые помогают песчаным браконьерам. Мария Семенниченко, Андрей Иванов. Экстренный вызов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова